«Еуропос Паркас» находится в 20 минутах езды от центра Вильнюса. Создание парка было начато в 1991 году литовским скульптором Гинтарасом Корососом. Под открытым небом на территории размером в 55 гектаров установлено более 100 скульптур, созданных скульпторами из различных стран мира. Время работы парка ежедневно с 10 до 19. Стоимость входных билетов от 7 евро. Есть парковка, но она платная. Памятник центру Европы. Это пирамида и таблички с названиями европейских городов и расстояниями до них. ЛНК «Инфомедис». В создании этого произведения искусства участвовала вся Литва. В 1999 году была инициирована акция «Подари Европе старое телевидение». Гинтарас Коросос из старых телевизоров создал целый лабиринт. Эта работа стремится показать тщетность советской идеологии, которая транслируется по телевидению. Лабиринт простирается на 3135 квадратных метров. При взгляде сверху он имеет четкую форму дерева со стволами, ветвями и корнями. В 2001 году эта работа была признана книгой рекордов Гиннесса самой большой в мире телевизионной скульптурой. А это огромный магнитофон. Очень оригинально. «Ну шустрей, ну!» «Похоже на умирающую белку». «Карусель». По словам художника Мариуса Завацкеса, люди часто крутятся в кругу жизни и работы, как белка в колесе. И им уже не хватает усилий, чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны. Поймай ветер. Это пять гигантских по размеру листьев из металла, которые вращаются вокруг своей оси, когда дует ветер. Если честно, мне интересно, какой силы должен быть ветер, чтобы вращать эти огромные листья. Хотела бы я на это посмотреть. К сожалению, ветра в тот день совсем не было, поэтому своими впечатлениями не могу с вами поделиться, но думаю, что это интересное зрелище. Автор скульптуры – художник из Южно-Африканской Республики. «Реквием по мёртвому пони» – скульптура металлической лошади, привезённая из Ирландии. Лошадью можно не только любоваться, но и слушать её. При повороте колеса металлической конструкции раздаётся печальный звук. Скульптура рассказывает историю о том, как люди в Ирландии разводили пони, любили их, играли с ними, катались на них. Но однажды утром они нашли всех пони мёртвыми. И никто не установил виновника, никто не понял, почему это произошло. Вот такая странная история. Европейская скульптура. Объект, созданный скульптором из США, представляет собой конструкцию, собранную из тысяч мелких деталей. Тяжёлая металлическая конструкция весом 3,5 тонны со множеством болтов, собранная из стальных уголков, превратилась в пластичную скульптуру, не утратившую своей монументальности. Скульптура опровергает миф о металле, как о прочном материале. Отъезд. В память о моей бабушке. Конструкция, встроенная в Порошиим хоум-хоум. Скульптура состоит из двух частей – сцены и горного склона. Одна из функций скульптуры – практическая. Данная скульптура может стать местом проведения различных художественных мероприятий и проектов, спектаклей, концертов, поэтических чтений. Ещё одна функция этой скульптуры – эстетическая. Состоящая из бетона, земли, травы и растущих деревьев сцена, представляет собой самостоятельное произведение искусства. Второе значение конструкции – память о бабушке художника, о чём говорит само название скульптуры. Бабушка автора, еврейка по происхождению, жила в Вильнюсе и была вынуждена покинуть его по политико-историческим причинам. Она уехала в США и там стала политической активисткой. Культура. Произведение скульптора Гинтераса Корососа, относящееся к ландшафтному искусству. Пять скульптурных форм светлых оттенков, контуры которых напоминают силуэты айсберга, горы или архитектурные объекты, словно тают и вновь возникают в природе. Произведение представлено как остановившийся процесс, поэтому от воображения каждого зрителя зависит, какое впечатление оно произведёт. Будет ли оно понято как новое начало – реконструкция, или как конец – процесс распада и исчезновения. Двойная отрицательная пирамида. Представляет собой строго геометрическую скульптуру высотой 5 метров и шириной 12 метров, выполненную из серых бетонных блоков одинакового размера. Одного типа. Благодаря смене освещения в разное время суток и года, эта работа звучит как музыкальное произведение за счёт игры теней. Автор скульптурных инсталляций «Как мотыльки к свету» – американский художник, живописец и дизайнер. Эта инсталляция создана из белой сетки, которая, как мотыльки, обвивается вокруг стволов деревьев. Для работы также использовался чёрный тюль, на котором художник нарисовал белые цветы и разместил их внизу стволов деревьев. Место, выбранное для установки, представляет собой лесной массив, поросший берёзами и елями. Инсталляции художника «Свидетели» после последнего дождя и «Тени» также можно увидеть в парке Европы. Лежащая голова. Эту скульптуру, голову Макбета, парку Европы подарил литовский сценограф. Место для этой гигантской головы выбрал Гимтер Аскоросос, основатель парка. По его словам, это очень мистическое и театральное место, напоминающее сцену. Бесконечный источник. Эти, как я думала, грибы, на самом деле – капли воды. Тема инсталляции – вода, как источник жизни, вода в разных формах, как символ радости и жизненной силы, а также намёк на слёзы. Можем ли мы исцелить? Скульптура представляет собой пятистраничную металлическую книгу, которую можно читать так же, как и настоящую, листая страницы. Кресло – бассейн. Говорят, что это одна из любимых работ посетителей музея, и я могу это подтвердить. Скульптуру можно сравнить с царским креслом, с троном. Рядом расположен пруд. Женщина смо-трит на Луну. Эта арка высотой почти семь метров. Очень интересная и оригинальная скульптура. Руки облаков. Массивные глыбы гранита весом 4-5 тонн словно висят в воздухе, будто они невесомы и противоречат законам физики. В центре слитки соединены деталью из нержавеющей стали, которая, как зеркало, отражает траву и небо. Наказание для похитителя Европы. По словам скульптора, это женская фигура с головой быка, оскорблённый и раненый Минотавр, который поднимается из земли, чтобы наказать своего похитителя. Ворота. Скульптура символизирует отношения между людьми и народами, связь с Богом и Мирозданием. Символ глаза Вселенной в верхней части ворот должен напоминать, что только после того, как человек проходит через портал жизни, начинается его путь к свету, к знаниям. Крестионосу Данилайтису. Это произведение Гинтероса Корососа, посвящённое памяти поэта, который в своих произведениях затрагивал темы природы, быта и людей из литовских деревень. Добро побеждает зло. Это почти метровая бронзовая скульптура на пьедестале из чёрного гранита, которая изображает Георгия Победоносца, побеждающего двуглавого дракона. Созданная в 1990 году Зурабом Церетели, эта работа символизирует окончание Холодной войны и отражает идею о том, что оружие не должно применяться против людей. Увеличенная версия скульптуры, 40-тонный монумент высотой около 12 метров, установлена перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Гнездо. Показывает сложную технологию литья из бронзы. Скульптура была изготовлена в мастерской художника, отлита в Нью-Йорке и доставлена в Парк Европы в мае 1998 года. Область непризнанного роста. Эта пейзажная работа, которая занимает 2012 квадратных метров и состоит из 22 железобетонных форм разного размера. Композиция создавалась целый год. Также в Парке Европы есть несколько замечательных скульптур, парящих в воздухе. Красиво и оригинально. Пьедестал для дерева. Польская художница, живущая во Франции, своим произведением отдала дань уважения дереву, построив для него пьедестал. Сусами. Скульптура напоминает сидящего ребёнка с мороженым, но он почему-то с усами. Скульптор считает, что зрители сами должны найти ответы на вопросы. Возможно, автор хотел сказать, что взрослые в душе часто остаются детьми. Энги. Эту скульптуру создал японский художник, мастер Акибаны. Только на этот раз его букет составлен не из цветов, а из валунов разных цветов и видов гранита. Скульптура должна помочь посетителям расслабиться, успокоиться, побудить их к медитации. Восток. Скульптура итальянского художника, который создавал свои произведения из деталей машин, пружин, поршней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова